Добрый день, меня зовут Коробов Никита и сегодня я буду представлять работу, выполненную совместно с моими коллегами. Работа называется «Скелетное представление толстых линий для классификации изображений». Перед нами следующая задача. Мы хотели классифицировать рукописные символы, но все существующие решения, большинство существующих решений State of the Art решения это классификация таких символов с помощью сверточных нейронных сетей. И обычно эти сверточные нейронные сети требуют большого количества ресурсов во время обучения, большого количества ресурсов во время работы. И перед нами стояла проблема упростить и облегчить классификацию для того, чтобы применять такую архитектуру на каких-то более легковесных устройствах, например, мобильных устройствах. Мы предлагаем следующую архитектуру. На вход у нас поступает изображение символа. Мы его бинаризуем и дальше вытягиваем из изображения скелет. Скелет — это так называемое множество точек, построенное по бинарному изображению. Вы можете видеть пример скелета на слайде. А дальше полученный скелет преобразуется в граф, и этот граф подается на вход нейронной сети, которая работает уже непосредственно с графами. Этот скелет получается небольшого размера по сравнению с количеством пикселей на обычной картинке, и поэтому ожидается, что такая архитектура будет работать быстрее, чем существующие решения. Самые популярные решения в этой области — это сверточные нейронные сети над простыми бинарными картинками, над простыми растровыми изображениями, как я уже и говорил. И также сопутствуют нашей работе графовые, которые имеют дело с графовыми структурами разного вида, разной архитектуры. Формальная постановка задач. У нас была база данных с бинарными картинками и ответами классами каждой картинки. Дальше была некоторая функция S, которая преобразует бинарную картинку в множество точек, которые называются скелетом. И дальше была функция G, которая преобразует вот это множество точек в граф, у которого для каждой ноды существует вектор признаков некоторого размера, и для каждой ноды также существует его пространственная позиция, тоже какой-то размерности. Например, на картинке мы решили, что эта позиция двумерная, то есть просто координаты пикселей, но она может быть также получена в сферических координатах или в полярных координатах в случае картинки, или в сферических в случае какого-то 3D изображения. И далее решается оптимизация параметров для композиции функций. Первые две функции — это функция скелетинизации, получения графа из скелета, и последняя функция — это графовая нейросеть. И для этой графовой нейронной сети мы оптимизировали параметры по функции потерь cross-entropy loss. Немного расскажу о том, какие архитектуры графа из скелета использовали. Первое — это Message Passing Neural Network. Эта архитектура состоит в том, что для каждой вершины по всем ее соседям несколько раз передается так называемое сообщение, векторы признаков соседних вершин. Дальше эти признаки как-то конкретинируются с помощью какой-то функции, и затем происходит фаза вычитывания всей информации из целого графа. Это является открытым представлением графа, то есть, ну, можно сказать, его эмбейдингом, и дальше уже над этим эмбейдингом происходит классификация. Вторая архитектура — это KGNN. У нас дан граф с какой-то известной раскраской, и дальше по этой раскраске для всех нодов одного цвета вычисляется некоторая функция, и таким образом получается тоже скрытое представление графа, которое потом классифицируется. Подходом, который учитывает пространственное расположение вершин в графе, является подход, предложенный в архитектуре MONET. Грубо говоря, свертка в данном случае выглядит как взвешенная сумма, где весами являются некоторые функции, зависящие от геометрической позиции, от пространственной позиции вершин в графе. Например, в работе MONET предложено, что такая функция весов будет гауссовской, где средняя и квалификационная матрица — это обучаемые параметры. А в архитектуре Spline CNN, например, предложили вместо этой функции весов использовать B-Spline функцию, где у нас дана какая-то базисная функция. Например, слева видно, что это линейная, справа квадратичная. И весовой функцией является некоторая суперпозиция базисных функций с некоторыми коэффициентами, и эти коэффициенты обучаемые. Как мы проводили эксперимент? Мы проводили эксперимент на двух датасетах. Первый — это MNIST-скелетон, это обычный датасет MNIST, с которым извлекли скелеты и преобразовали их в графы. И второй датасет — это MNIST-суперпиксель 75. Каждая картинка MNIST-а была разбита на 75 суперпикселей, и дальше эти суперпиксели соединены в графы. Мы использовали четыре метрики. Это точность, время обучения в секундах до сходимости нейронной сети, то есть до изменения ее лосс-функции по некоторому порогу. Время вычисления, ну, время на инференсе, то есть время, которое требуется модели, чтобы произвести классификацию, время уже тестовой работы. И требуемая память для обучения — это буквально гигабайты, которые требуются в видеокарте для того, чтобы обучить данную модель. Примеры картинок с датасета. Слева оригинальная картинка, а справа картинка, на которую нанесены скелеты в первом ряду и суперпиксели во втором ряду. Вот что мы получили. На этом графике видно то, что предложенная архитектура на скелетах почти всегда во времени обучения превосходит архитектуру классификации над суперпикселями. Иногда даже точность классификации на скелетах оказывается лучше, чем классификация над суперпикселями, как, например, в модели Монет. Скорость работы на инференсе в половине случаев также превосходит скорость работы на суперпикселях. И требуемая память для обучения суперпиксельных моделей существенно меньше, чем память для обучения суперпиксельных моделей. Итак, мы предложили способ уменьшения ресурсов, требуемых для обучения и работы нейронных сетей с помощью упрощения не архитектуры нейронной сети, а с помощью упрощения входа самого классификатора. Показана эффективность предложенного метода и приведено сравнение времени обучения, точности, количества требуемой памяти и времени работы. Спасибо!